Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями. У нас необычные гости, армия России, нетиповой ритейлер, так сказать. Дмитрий, расскажите, что вам интересно, что вашей компании интересно на неделе ритейла, что вы здесь ищете, что ожидаете от форума? Добрый день. Ну, это всегда такая очень удобная площадка для коммуникации с партнерами, с кем мы уже давно сотрудничаем, поиск партнеров для новых каких-то направлений, потому что у нас широкая линейка, и, соответственно, мы заинтересованы в ее расширении, и всегда есть поле для развития, в общем, каких-то диалоговых процессов. Мне лично очень нравится это мероприятие, много интересных спикеров, всегда для себя много чего подчеркиваю, выношу, так что всегда это эффективно, я стараюсь быть каждый день на мероприятии. Как вам в целом аудитория, которая здесь, сюда приехала, целевые ли для армии России? Это клиенты, контрагенты, партнеры, поставщики, может быть? Да, здесь абсолютно целевая аудитория, мне этим нравится, что здесь такой своего рода фреш. Фреш – необычный термин. Расскажите, почему армия России, в принципе, государственная компания, большая, которая занимается немножко другим, пошла в ритейл, пошла делать B2C продукты, а не B2G, как обычно у вас, ну, как обычная армия России делает? Ну, мне кажется, это логично, это, скажем так, тенденция времени, то есть мы монетизируем сильный бренд, пускаем его в ритейл, видим, что идет отличный отклик со стороны конечных потребителей, потому что бренд армии России ассоциируется с качеством, с чем-то проверенным таким. Вот, и мы развиваем это направление, зарабатываем дополнительные средства для Министерства обороны. Спасибо большое. Вот такие эксперты, вот такие гости у нас находятся на неделе российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями. Субтитры создавал DimaTorzok